Да, здравствуй, Турслёт! В городском округе прошли традиционные соревнования по туристическому многоборью. Школьники Фокина показали отличное умение выживать в природной среде. Подробнее о событии в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни. Это норма». Ежегодный туристический слёт школьников – яркое, незабываемое событие в размеренной, спланированной жизни учеников фокинских школ. Особенно, если повезет с погодой. В этом году небесная канцелярия расщедрилась. По летнему тёплый солнечный день стал просто подарком всем участникам традиционного городского мероприятия. Начался слёт с общего построения и приветствия команд-участниц. Заявили о себе команды девизами, эмблемами и шутливыми речовками. Раз, два, сорви голова! Это название звучит здесь всегда. Здесь собралась вся крутая братва. Название её сорви голова! Нам одной победы мало. И на суше, и в воде будем первые везде. Пусть удачи, неудачи. Пусть полёты вверх и вниз. Только так, а не иначе. Туризм! Туризм! Да здравствуй, туризм! Участие в осеннем празднике туризма приняли команды всех образовательных школ Фокина, посёлка Дунай и Руднево. Обязанности среди участников в командах распределили заранее, в зависимости от умения и способностей учеников. Наиболее ловкие, быстрые и умелые участвовали в смешанной туристической эстафете. Чтобы победить на этом этапе, требовалось быстрее соперников. Установить палатку, собрать рюкзак, развести костёр, преодолеть полосу препятствия. Во время проведения именно этого многоэтапного конкурса страсти участников и болельщиков эстафетной гонки достигли максимального накала. Более спокойно, но не менее драматично проходили другие этапы соревнований, такие как ориентирование и определение азимута. Для выполнения заданий от участников конкурсов требовалось отличное знание местности, умение ориентироваться по карте с помощью компаса, глубокие познания в области географии. Вообще мы занимаемся спортивным ориентированием, и мы с нашей любимой гимназией приехали помочь выиграть ей. И пробежав здесь дистанцию, надеемся, что мы были здесь лучшие, потому что мы все ориентировщики, занимаемся не один год. Сложный вид спорта, так как тебе нужно не только бежать, иметь выносливость и скорость, но тебе нужно еще думать, знать, где ты находишься, чтобы не заблудиться, не остаться в лесу. И это все нужно сделать как можно быстрее. И самое сложное в этом не то, что нужно быстро бежать или быстро думать, это еще нужно как-то между собой скамповать, чтобы это все одновременно хорошо получалось, иначе никого толка от этого не будет. На каждом этапе соревнований за четкостью выполнения всех упражнений наблюдали беспристрастные и взыскательные судьи. За допущенные туристами промахи назначались штрафные баллы. Успехи суммировались и пополняли общую копилку каждой команды. У нас много мероприятий проводятся, которые направлены на формирование здорового образа жизни. Это одно из них. Сегодня для, наверное, молодежи, для старшеклассников, наверное, уже поменялись приоритеты. И здоровый образ жизни среди подростков и молодежи занимает особое место. И мы всячески стараемся способствовать развитию этого направления. Ну вот, в том числе и проводим такие мероприятия. В целом, плановое спортивное мероприятие проходило весьма динамично, в хорошем темпе. Что связано, по мнению специалистов, с обведением новых правил. В частности, по решению организаторов, изменились условия проведения туристической эстафеты. Хронометраж времени по всем этапам в этом году судьи учитывали суммарно от момента старта до финиша. В этом году решили устроить эстафету по грязному времени. То есть, засекли время, они начали выполнять определенные упражнения эстафету. И по истечении того времени, когда они закончили последний этап эстафеты, тогда только останавливается время. В прошлом году у нас было немного иначе все. То есть, каждый отдельный этап засекался отдельно. Это была либо разборка, сборка рюкзака, также сборка палатки. То есть, в этом году немножко поактивнее все проходило. Потому что, ну, чем быстрее вы выполните каждый вид, в принципе, тем лучшее, более лучшее время вы покажете в общем. Подготовленные организаторами труслета задания и упражнения позволили обычным школьникам показать себя компетентными туристами, проявить спортивные и туристические навыки при выживании в условиях дикой природы. Приятным дополнением к обязательной программе соревнований стал конкурс «Походная кухня». Не секрет, что еда, приготовленная на костре, обладает особым вкусом. К тому же, активные физические нагрузки и эмоциональные переживания повышают аппетит до волчьего уровня. Национальные блюда, приготовленные в полевых условиях – плов, шашлык, лагман и даже простая картошка с тушенкой и гречневая каша – показались проголодавшимся ребятам ресторанными деликатесами. Очень вкусно. Это самое лучшее, что ел в своей жизни. Однозначно. Кто готовил? Только маме не говорите. В заключении туристического марафона состоялась церемония награждения. Всем участникам слёта вручили награды – туристическое снаряжение. Призы мы, в принципе, предусмотрели, как и в прошлом году. В прошлом году мы наградили всех, то есть не только победителей, но и участников. То есть те, кто принимал участие, это не только первое, второе, третье место, но также и те команды, которые в силу, может быть, возраста или подготовленности не смогли занять призовые места. Если в том году мы вручали всем палатки, на которых они, в принципе, в течение года могли тренироваться, собирать, разбирать её на время, то в этом году у нас аналогичные практически подарки, скажем так, это туристические рюкзаки. То есть чтобы к следующему году они уже смогли быстрее, чем в этом году, разбирать и собирать рюкзаки. В качестве дополнительных призов в этом году победителям соревнований по спортивному туризму вручили подарочные сертификаты на фиксированные суммы. Особыми бонусами организаторы отметили также лучших исполнителей туристических песен под гитару у костра. На память о мероприятии у всех присутствующих остались оригинальные фотографии в телефонах, позитивные впечатления и хорошее настроение.